Дерево Напоминаю, для рисования нам понадобится альбомный лист бумаги, стакан с водой, краски, кисточки разных размеров, ватные палочки и салфеточка. Мы берем кисточку самого большого размера. При помощи нее мы тонируем бумагу в голубой цвет. В этом вам могут помочь родители. Вот что у нас получилось. Свой рисунок мы будем располагать вертикально. А теперь я беру кисточку среднего размера, окунаю в стаканчик с водой, затем набираю зеленую краску и на моем рисунке появляется вот такая зеленая полянка. Споласкиваем кисточку, лишнюю воду промакиваем о салфеточку и набираем коричневую краску. Сейчас мы рисуем ствол дерева. Этой же кисточкой рисуем ветки на дереве. Берем тоненькую кисточку и при помощи нее мы с вами рисуем тонкие ветви деревьев. Если сразу не получается нарисовать дерево, то тогда нам нужно научиться рисовать ветку дерева. Ребята, посмотрите за окном. Внимательно рассмотрите ветви деревьев. Все веточки разные. Посмотрите, как они выглядят и попробуйте нарисовать ветку на отдельном листе бумаги. Если вы научитесь рисовать ветви деревьев, то научитесь и рисовать дерево. При помощи кисточки среднего размера мы рисуем основание ветки. Остальные ветки мы прорисовываем тонкой кистью. Вот такая замечательная веточка у нас получилась. Итак, продолжаем рисовать. При помощи ватной палочки мы нарисуем цветы на нашем дереве. Ведь мы все знаем, что весной деревья цветут. Особенно красиво цветут вишни, яблони и груши. Мы берем ватную палочку, окунаем ее в воду и набираем белую краску. И рисуем белые точечки. Вот что у меня получилось. Другим концом ватной палочки мы рисуем с вами розовые серединки у наших цветов. Берем кисточку тонкого размера. Окунаем ее в стаканчик с водой. Промакиваем о салфеточку и набираем зеленую краску. Посмотрите, какие зеленые листочки появились на нашем дереве. Добавим немного весенней травки и наш рисунок готов. Спасибо за внимание и до скорых встреч!